В Екатеринбурге под закат кикшерингового сезона произошло очередной ДТП с электросамокатчиком. Сегодня днем в самом центре Уральской столицы на площади 1905 года водитель Toyota RAV4 допустил наезд на 19-летнего водителя электросамоката. Toyota поворачивал направо с проспекта Ленина на улицу 8 марта и подделал на капот наездника популярного средства индивидуальной мобильности. К счастью, происшествие обошлось без серьезных травм. Парень сразу поднялся с асфальта и пошел выговаривать водителю свои претензии. Как отметили в Госавтоинспекции Екатеринбурга, к столкновению привело нарушение ПДД обоими участниками движения. Водитель электросамоката при пользовании пешеходным переходом обязан спешиваться и вести самокат рядом с собой, что уравнивает его скорость передвижения со скоростью передвижения пешеходов. В свою очередь, водитель автомобиля, совершая правый поворот, должен был держаться максимально ближе к бордюру и не выезжать во второй ряд. Кроме того, он, конечно, обязан был пропустить всех пересекающих переход пешеходов. Скорее всего, второе нарушение водителям не было намеренным, и тот просто не успел оценить скорость приближения самокатчика. Но вины это с него не снимает. Так если бы самокат под 19-летним студентом не имел электромотора, нарушения при пересечении перехода с его стороны не было бы. Хотя скорость его движения по переходу могла быть такой же. Парадокс, но таковы на сегодняшний день правила дорожного движения. А вот второму участнику аварии, водителю электросамоката, штраф в размере 800 рублей уже выписан. И если, пользуясь прокатом, он отказался от страхования своей поездки, то, видимо, впереди обоих участников ждет еще и гражданский суд по возмещению возможного ущерба от столкновения. Субтитры создавал DimaTorzok